Саня, я так понял, благодатное взяли? Посмотрим сейчас, что будет. Это хороший знак. Это Ньюсейдер, друзья. Я Александр Кушнай. У нас сегодня 11 июня. Украинские войска наступают по всему фронту, имеют тактические успехи на целом ряде участков и получили первый подтвержденный территориальный результат. Такими сводками с украинской, да и с российской сторон открылось сегодняшнее утро. Главная новость к часу дня по Киеву выглядит так. Украинские воины официально освободили благодатное, небольшое, но важное село на Запорожском направлении. Оно располагается в 30 километрах к западу от Угледара и паре километров к югу от Великой Новоселки, где в течение нескольких дней уже идут ожесточенные бои. Кадры того, как бойцы ЗСУ заходят в одно из административных зданий Благодатного и поднимают там флаг на ваших экранах. Субтитры создавал DimaTorzok Виганяем из нашей родной земли ворога. Это самое приятное ощущение. Украина это новость оказалась столь впечатляющей для израильского военного эксперта Сергея Услендера, что он в комментарии для Ньюсейдер прислал следующее сообщение. Саня, я так понял благодатное взяли. Посмотрим сейчас, что будет. Это хороший знак. Теперь давайте посмотрим, чем же так важен этот населенный пункт. Как видите, он примыкает к селу нескучное, а как раз по поводу нескучного вражеские паблики сегодня утром с сожалением написали о том, что украинцы смогли выдавить оттуда россиян. Украинским защитникам удалось добиться этого за счет грамотно организованных атак по флангам. Со стороны Левадного, где у них имеется успешное вклинивание, и со стороны Урожайного, где была проведена как минимум разведка боя. В результате и в самом нескучном, и в его окрестностях над подразделениями захватчиков нависло локальное окружение. Цитирую аналитиков агрессора. В ходе двухфланговых маневров в ВСУ наше подразделение снова вынуждено оставили нескучное, отойдя на позиции, где им не грозит окружение. Поясняют они, напоминая, что ранее россияне уже возвращали себе прежние позиции в нескучном, ну а мы рассчитываем, что на этот раз украинцы стали там более уверенно и уже скоро нескучные. Вслед за соседним благодатным перейдет на карте дипстоит из серой зоны, то есть из нейтральной, в синюю, то есть в освобожденную зону. Одновременно вражеские паблики вынуждены констатировать, что на запорожском направлении у сбройных сил Украины есть успех в районе пяти хаток. Тем, кто впервые слышит название этого села, причина тревоги оккупантов не ясна. Однако стоит взглянуть на карту, и все становится ясно. Речь идет о населенном пункте, который расположен к юго-востоку от села Лобковое. Это означает, что само Лобковое, как мы и говорили в предыдущие дни, уже фактически находится под контролем ЗСУ. Цитирую так называемого военкора России. Судя по кадрам, снятым вблизи населенного пункта Жеребянки, враг активно использует населенный пункт Лобковое не только для перемещения техники, но и пехоты, а это говорит о том, что оно перестало быть серой зоной и перешло под контроль ВСУ, говорится в сообщении. Там же сказано и о том, что Жеребянка, находящаяся к югу от Лобкового, сейчас находится под обстрелом украинцев, что и неудивительно. Ведь речь идет все о том же самом пятачке возле Лобкового, в котором ценность, конечно, представляют не отдельные его части, то есть не отдельные села, а весь список сел в целом, которые, соответственно, откроют путь на районный транспортный узел под названием Васильевка. Противник по-прежнему пытается принизить ценность достижений ЗСУ, называя Лобковое низинным селом, по которому, мол, легко бить с высот. Однако, если бы это действительно было так, то группу ЗСУ давно бы выбили оттуда. Но реальность в том, что украинские силы находятся в Лобковом уже четвертый день подряд и не просто не собираются выходить из этого села, но и, очевидно, закрепляются там, чтобы уже скоро форсировать, в частности, тамошнюю маленькую речку, делящую это село пополам. Тот факт, что за украинцами пока только один берег, не позволяет им заявить о полном контроле над селом. Собственно, именно по этой причине украинская группа Deep State уже сменила цвет Лобкового с красного на серый, то есть вражеского как бы на нейтральный, но при этом, очевидно, все это идет с уклоном в пользу ЗСУ. Ну а некоторые украинские аналитики записывают на своей карте вот в эту серую зону не только Лобковой, но также Жеребянку и Пятихатки. То есть считают, что весь вот этот район, по сути, под контролем ЗСУ, хотя они еще там и не полностью закрепились. Одновременно поступила важная информация из-под оккупированного Энергодара. Сегодня утром в сети появилось видео ударов по российской военной колонии, вышедшей, очевидно, вот из этого оккупированного города в сторону Великой Белозерки. Перед вами скриншот с длинной вереницей врага разного назначения, в общем количестве, кажется, до 20 единиц техники, которая была снята с дрона. Впрочем, некоторые говорят, что там чуть ли не 50 единиц. И вот через несколько секунд по этой технике начинают прилетать снаряды. Вскоре одна из машин уничтожается в мощнейшем огненном шаре. Саму эту видеозапись я размещаю в своем телеграм-канале и даю ссылку на нее, соответственно, в описании к этому видео и в правом верхнем углу на этом экране. Так что загляните в мой телеграм-канал, чтобы посмотреть сам этот ролик и понимать, что именно произошло. Ну а здесь я скажу следующее. Во-первых, ЗСУ очевидно били с правого берега предположительно зажигательными снарядами, поскольку при ударах было заметно распыляющееся над землей облако с последующим воспламенением. Детонация произошла как бы несколько метров над землей. Во-вторых, судя по масштабному взрыву, украинцы попали в самую важную часть этого большого обоза, то есть туда, где находился грузовик со снарядами. В-третьих, в этой змейке заметна гаубица, которую тянул грузовик, а следовательно подорванный боекомплект предназначался в том числе и для нее. В результате получается, что ЗСУ как минимум частично сорвали важный план врага, в чем бы он ни заключался. Если эта груда металлов двигалась в одну из рассматриваемых нами горячих точек на Запорожском направлении, пытаясь обойти зону огневого поражения со стороны ЗСУ с правого берега, то россияне вот в этих точках, очевидно, теперь лишатся подкрепления вот того самого, которое так необходимо россиянам для пополнения своих тающих под ударами ЗСУ резервов. Если же речь идет о банальной ротации, то это, опять же, ударит по человеческому ресурсу врага, потому что ротация это всегда возможность отдыха для подразделений, а также для проведения ремонта выходящей из строя техники. То есть нет ротации, нет отдыха. Ну а нет отдыха снижается боеспособность, а нет ремонта у военной техники, соответственно, нечем стрелять. На вопрос о том, куда на самом деле ехала эта колонна и почему она на этих кадрах выглядит как статичная, то есть почему она остановилась, собственно говоря, постарался ответить Сергея Услендер. Ну если грохнули грузовик с боеприпасами, то батареи дальше смысла ехать нет. Все, как бы, боекомплект уничтожен. Там что-то есть в тех машинах, которые везут пушки, но основной боекомплект, наверное, уничтожен. Это раз. Колонна остановилась, наверное, экипажи разбежались в разные стороны. Вот потом соберутся, когда закончится обстрел. А если видео не полное, значит не все попало. Но да, странно, что не дали остатки видео, где добита колонна. От себя добавят. Важно и то, что ЗСУ показали саму возможность достигать противника вот в этом районе. Поэтому если он полагает, что может использовать Энергодар как свой логистический хаб, то ошибается. Единственное, что его там сейчас защищает, это на самом деле, конечно же, Запорожская атомная электростанция, под прикрытием которой, собственно, террористы и хранят свое оружие с боеприпасами, будучи уверены, что туда не прилетит. Может, пока и не прилетит, но вот тянуть оттуда подмогу под Каменская, Лобкова и Работина уже не получится так просто, как могло бы показаться на первый взгляд россиянам. Украинцы показали, что эта зона, зона, связанная с выходом из Энергодара, находится под их огневым контролем. Итак, мы видим первые тактические последствия оперативной разведки боем, которую ЗСУ начали проводить несколько дней назад. Они ткнулись в несколько мест, провели артиллерийскую подготовку, размягчили оборону противника, нащупали слабину и начали кропотливую работу по вклиниванию, что привело к первым освободительным результатам уже через несколько дней после начала активной фазы. Фаза, которая, подчеркнем еще раз, не имеет отношения к той масштабной операции, которую все так ждут. Эта фаза, фаза масштабной операции, наступит позже, когда передовые отряды ЗСУ сумеют наделать достаточно трещин по всему Юго-Восточному фронту, чтобы затем вот в эту сеть трещин было нанесено несколько сверхмощных ударов для разрушения всей этой оболочки зла. Если вам когда-нибудь приходилось разрушать бетонную стену молотом, то вам известно, что предварительно необходимо проделать на ее поверхности несколько глубоких выбоин, а уже потом наносить контрольные удары. Тогда-то стена одновременно сразу во всех местах и рухнет. В ситуации с российскими укреплениями под Запорожьем задействована та же самая методика. И прямо сейчас мы видим, как она реализуется сразу на нескольких участках. Лобковая, Каменская, Орехов, Работина и Великая Новоселка, Ливадная. Не нужно быть великим стратегом, чтобы понять, что из этих населенных пунктов ЗСУ будут двигаться к Мариуполю, Бердянску и Мелитополю, дабы разрезать весь вражеский фронт на три больших участка, изолировав армейские корпуса россиян друг от друга и тем самым обескровив их. И опять же поясним, это только те участки, которые мы видим. И некоторые участки мы еще пока не видим, но вполне возможно, что скоро разгорится и там. И я не буду сейчас называть эти места, пусть враг сам догадывается. Но я уверяю его, это произойдет. Скоро возникнут очаги на новых позициях. И там у него может возникнуть еще больше проблем, чем вот в этих вот довольно тяжело укрепленных местах, в которых он, очевидно, ждал наступления со стороны ЗСУ. Важно и то, что перечисленные вот в этом ролике населенные пункты, которые начинают переходить или уже реально перешли под контроль ЗСУ, освобождаются именно благодаря западной военной бронетехнике. Пока вражеские военкоры с упоением рассказывали, как горят Леопарды и Брэдли, выдавая одну подбитую машину за 10 подбитых, вот эти самые Леопарды и Брэдли как раз и обеспечивали и продолжают обеспечивать продвижение ЗСУ там, где ранее ничего подобного не могла обеспечить украинцам советско-российская техника, имевшаяся и продолжающая, собственно, работать у них на вооружении. И у западных машин, о которых мы говорим, есть не просто отличие от российской военной техники. Вообще-то говоря, эти машины изначально построены, в принципе, на основе другой концепции боя. Все эти монстры, и немецкие танки, и американские БМП, и многочисленное другое западное вооружение изначально делалось для сохранения жизни экипажей. Это с одной стороны. А с другой, их высокотехнологичная начинка позволяет им вести сражения куда более эффективно. Я напомню, что во время рейда на тяжело укрепленные позиции противника, как вот под тем же Работин, подавляющему большинству украинских пехотинцев удалось выбраться из поврежденных Брэдли и Леопардов и вернуться на базу. Получается, что эти машины выполнили свое главное назначение. Они позволили разведать силы противника, сберечь бойцов во время плотного огня и обеспечить им возвращение домой. Что ж говорить вот о тех случаях, когда противник оказался не готов к столь ожесточенной обороне, которую он показал под такмаком. Я имею ввиду Работина и малая такмачка. Как видим, в нескучном и Благодатном, благодаря доминированию американской и немецкой техники на поле боя, украинцам хватило 72 часов интенсивных боестолкновений, чтобы враг побежал оттуда, где он держался многие месяцы, несмотря на то, что украинцы еще даже и не начинали вводить свой главный ударный кулак. Сегодняшнее освобождение Благодатного – это признак того, что россияне дрогнули. Да, пока только в нескольких, может быть, или в одном конкретном месте. Но скоро эта волна дрожи пронесется по всему фронту. Дрожи от страха перед Леопардами, Брэдли, Эмрапами, Хамви и кучей других машин и подготовленных украинских бригад, когда слухи об их ультимативной мощи и подготовленности украинских бойцов станут опережать само их появление. А деморализованные, голодные, истощенные российские солдаты будут трепетать от одной мысли о приближении вот этих украинских групп, укрепленных западной бронетехникой. Всем этим захватчикам следует понимать, что их время вышло. Им давали шанс бежать, но они его упустили. Теперь для врага пришло время черных пакетов. Все только начинается. Друзья, я напоминаю, что мы сейчас ведем шестой по счету сбор на вторую партию тяжелых дронов Дора Ивака для сил специальных операций Украины, а конкретно для команды Константина, которая работает в составе подразделения ССО Украины. Вот как раз с нами сейчас на связи Константин. Друзья, прежде чем Константин объявит важную информацию, я хочу напомнить, что помочь команде Константина производить и эксплуатировать вот эти дроны Дора Ивака, которые уже сейчас меняют ход войны на южном направлении, где, кстати, как вы видите, сейчас разгораются интенсивные бои, вы можете перечислить средства через те ресурсы, ссылки на которые я даю в описании к этому видео. PayPal, банковский счет и европейская банковская карта. Константин, привет! Ну и в первую очередь расскажи, как у тебя дела? Добрый день, Александр! Все в порядке, работаем, сейчас помогаем в районе Херсона, немножко дальше по разведанным местам Дора заносит медикаменты, питьевую воду, но я думаю, вода понемножку спадает, людей уже повывозили, спасают, ну как-то так, ждем, когда наладятся разведданные, потому что ширина разлива очень велика и какой-то есть период до того момента, когда стабилизируется. У меня есть важная информация, после одного из наших интервью на нас вышли ребята напрямую, Константин, Александр, свинничины, насколько я понимаю, они живут за границей, и в один из приездов они вышли на нас и целевым передали очень существенную сумму, просили не называть ее, которую хватит при экономном расходовании, я думаю, что мы уже даже на несколько комплексов, это целевые на Дору, я очень благодарен, думаю, что эти ребята будут смотреть, они постоянные зрители Ньюсейдер, еще раз хочу сказать спасибо Александру, спасибо всем, кто донатит, спасибо конкретно этим ребятам, неожиданно, очень приятно, и пришли они конкретно с сайта, вернее, с вашего ютуб-канала Ньюсейдер. Ну, конечно, низкий поклон вот этим ребятам, большое спасибо за то, что они откликнулись на просьбу Константина помочь на это очень важное дело, на производство Доры и Эваки, спасибо большое им за доверие к каналу Ньюсейдер, но и, друзья, я напоминаю, что мы ведем вот этот вот сбор отдельно, сейчас из 30 тысяч евро мы собрали на данный момент уже более 21 тысячи евро, из вот этой 21 тысячи, я перечислил команде Константина 20 тысяч в рамках этого сбора и в рамках предыдущего 30 тысяч, то есть всего за два сбора, Константин, мы перечислили, получается, твоей команде 50 тысяч евро, и ты эти деньги получил, ты подтверждаешь их получение, недавно ты показывал. Да, все деньги получены, сейчас прошла большая закупка твоей электроники, которую мы раньше не могли себе позволить, идут посылки из Америки, что-то из Китая, что-то из Европы, даже есть инерциальные системы, которые идут из Новой Зеландии, я думаю, что что Дора, что Вака, в результате этих сборов мы не только увеличим количество боевых аппаратов, которые будут постоянно работать на линии фронта, но и качественно их усовершенствуем по противодействию РЭП, по дальности полета, а в Ваке, как я раньше говорил, то и в грузоподъемности сейчас проходят испытания, к сожалению, мы не можем приступить к испытаниям, хотя самолет готов, потому что много боевых заданий гуманитарных, натворили беды с водой, надо помогать людям, и не только на нашей стороне, вот, мы приступим, и самолет сейчас несет уже не 20, а 25 килограмм полезного груза, так что огромное спасибо всем, каждая копейка важна, каждая копейка идет на благое дело, спасибо, спасибо большое. Спасибо твоей команде за то, что, во-первых, выполняете очень важные задачи на передовой, во-вторых, самое главное, конечно, сейчас, это то, что вы, как я понимаю, еще подключились к спасательным операциям или к операциям гуманитарной поддержки в связи с этим терактом, который совершила Россия по подрыву Каховской ГЭС, так что, да, это очень важно, и, кстати, я хочу еще раз подчеркнуть, что вот эти 50 тысяч, которые мы передали команде Константина, это помимо того, что Константин получил от этих суперспонсоров, еще раз им спасибо, еще раз спасибо всем, кто помогает, кто как может, все, кто участвует в этих сборах, это, безусловно, люди, которым надо памятник ставить, друзья, так что спасибо еще раз всем, ваша помощь спасает жизни и непосредственно приближает победу Украины. До скорого и слава Украине! Героям слава! Счастливо! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!